Ахшам 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 Вот pineapple То есть сложности Значит у нас получается Где-то 6-7 лет Вы находились на территории России как раз Так в то время Когда она впервые Проявила открытую Агрессию Протиу-суверенного Государства Я имею ввиду Грузию 2008 год Правильно? Да, я пострадал Из-за этого Вы пострадали Из-за этого Я жертва Этой войны А даже Вы до этого Вас служили в голубых касках, в войсках ООН, в Грузии и Абхазии. И вот тогда, когда вы видели всю происходящую ситуацию вокруг, у вас было ли ощущение, что или возможно изнутри в России вот эту нарастающую агрессию там? Или возможно и охлаждение отношений с Соединёнными Штатами Америки, с НАТО, с Европейским Союзом, с цивилизованным миром? Да, нет, конечно, это сразу и почувствовалось. Ну, сначала это не чувствлось, но вот с момента Грузинска, когда Абхазия и Северная Осетия была занята, оккупирована российскими войсками, это сразу было очень заметно. Отношение к посольствам стало, к дипломатам, к военным. Сильно изменилось, были нарушения, ну, беспредел начался. И вот этот беспредел уже, как бы мы называли это внутри наших кругов, мы называли это КГБшный беспредел. Потому что даже у нас есть какие-то договоренности, там между собой не писать, там детей не трогать, семью не трогать, как там мафия не трогает. У нас тоже были такие офицерские, а после этого это как-то уже чувствовалось, что и на семьях это начало отражаться, на детях. А я пострадал, потому что я выступал по Эхо Москвы в восьмом году, и меня спросили там, а в чем собственно дело, вот как вы думаете, что произошло в Абхазии и Северной Осетии? Я сказал, ну, это маневры происходят там, это они к чему-то тренируются, учения что-то захватят, у кого-то что-то отнимут. Они говорят, а что, что мы можем захватить или отнять? Я говорю, а я как раз с Крыма вернулся, мне в Крым очень понравилось. Я сказал, наверное, Крым отнимут. Конечно, я это сказал. Я, кстати, хотела, я смотрела ваше интервью, я хотела спросить, откуда вы это предположили? Я ниоткуда не предположил, я просто ляпнул это от балды, как говорится. И, видимо, когда я вышел уже из студии, я почувствовал эту тучу надо мной, потому что меня сразу... Видимо, они уже тогда отрабатывали план, или начинали отрабатывать план захвата Крыма, и тут американский начальник штаба НАТО вдруг берет и по всему миру объявляет, что мы захвали. Конечно, они подумали, что я что-то знаю, да я ничего не знал. А как именно вы пострадали вот после этого? С вами общались сотрудники ФСБ, возможно? Меня попросили выйти нафиг из России. Как вы отреагировали? Сначала собрал вещи и уехал. Сначала израильского военного отношения, а потом меня. Сейчас Украина, в Украине Российская Федерация забрала Крым, нашу родину анонсировала, оккупировала Крым, и сейчас идет война на востоке Украины, Донбасс. По-вашему, может ли Путин пойти дальше, на еще более серьезную экспансию? Что это должно быть? Ну, я вообще не предсказатель, я не люблю спекулировать на это. С военной точки зрения нет, это будет огромная глупость, это будет суицид с его стороны. Но с другой стороны, он не живет в реальном мире, он живет в каком-то параллельном мире, он поступает, одна ошибка с другой, одна ошибка с другой, и больше и больше себя изолирует. Это, конечно, не для россиян, не для кого остальных в мире, это ничего не дает, кроме проблем. А ожидать от него, я считаю, да, что он опасный человек, и он власти очень долго, очень много власти, а власть это отрава, она отравляет человека, он начинает... А по-вашему, кто и, возможно, что должно остановить Кремль Путина? Не знаю, я не политик, я военный человек, поэтому я всегда говорю, что остановить может только 6-й флот что-то, но это неправильно. Я считаю, что наш президент Трамп говорит правильно, что я, по-моему, ударю какой-нибудь большой пушкой, а потом раздавлю экономически. И это все политики, все экономисты понимают, что да, у него есть и военная сила, которую он не любит пользоваться, но если надо, он скинет большую бомбу, как он сделал это с ИГИЛом, или по Сирии ударит, потом выведет, уведет наши войска и начнет давить экономически. Но, по-вашему, это ведь может привести к полномасштабной войне? Это может привести к полномасштабной войне, это, конечно, это все очень опасно. И, как говорится, непонятно, почему это произошло, потому что, в принципе, Россия уже была и в восьмерке, и в двадцатке, и никто не может понять вдруг, почему Путин обиделся, что не так его принимают, не так с ним обращаются, и стал, в принципе, диктатором. Ну, кстати, некоторые военные эксперты, в том числе бывшие военные, говорят о том, что сейчас Путин понимает только силу. И единственное, что может его остановить, это военное поражение на той или на другой территории, или же, наверное, на своей. Я не психолог, я не знаю, что, но я думаю, что его вообще ничего не останавливает. Это как он проснется утром, так и будет. И это видно, что вот сейчас происходит с морскими силами, с катерами, с всем в Черном море. Это одна глупость на другой, которую будут предавать во всех военно-морских училищах, как не надо поступать, как не надо делать. Сложно предсказать этого человека, сложно предсказать это общество, так называемое российское логике, я не могу понять. Если вы смотрите Первый канал или там российское телевидение, я вам рекомендую это смотреть. Не могу. Да, надо. Честно, не могу. Это надо. Это, знаете, это как... Не выдерживаю. Это, знаете, это как укол надо себе делать, там, вакцину. Когда вы это смотрите, я смотрю, они, допустим, там в новостях, никто этого объяснить не может. Там говорят, вот у нас такая ракета, вот у нас сверхозуговая, вот мы изобрели такой танк, вот мы изобрели то, вот мы сейчас в Черном море потопим американцев, вот сейчас Флориду мы разобьем, вот мы такие, мы сейчас всем Кузькину мать покажем, у нас вообще ракеты летают, вообще у нас духовность высокая, кромозом лишний. И все, и как только заканчиваются эти новости, даже не получая какой-то рекламы, следующее, больной ребенок, нужно лечение на Западе, денег нет, давайте собирать деньги, эти бабушки, чтобы прислали, вот счет прислать. И это как-то укладывается все в одном мышлении там. И в стране все говорят, ну да, да, вот мы такие, но ребенка лечить повезем на Запад. В тот же ненавистный нам там Израиль, Германию, Флориду, там, где кого мы будем сейчас вот бомбить этими реактивными ракетами, которых у нас тоже нет. Тогда по-вашему существенны ли те санкции, которые вводятся экономические против Российской Федерации с Западом и Соединенным Штатами? Ну, а что еще они могут делать? Это таким образом показывает, что мы недовольны вашим поведением, мы недовольны то, что вы делаете. Ну что, ядерную войну начинать? Нет, не начнут. И даже если они, сейчас идет постоянно вот этот разговор в НАТО, смысл НАТО, потому что если Россия сейчас нападет, допустим, на Эстонию или Латвию, ну что, мы начнем ядерную войну с ними? Да или нет? НАТО вступится за Балтийские страны? Это стоит, это очень такой вопрос, никто не знает, и россияне, конечно, знают это. Можно там отключить свифт, я знаю, что там можно какие-то политические, экономические рычаги нажимать, но с Россией это имеет влияние только на людей, которые живут в Москве. 10 километров от Москвы никакой разницы нет, они как при царе Горохе жили, так и при Петре I, Иване Грозном, Сталине, ничего не изменялось. Там также и продолжают люди жить. Поэтому эти все экономические, я не уверен, что это на всю страну действует, а действует какой-то такой маленький процент населения, но может быть это элита, как так называют. В Черное море вошел корабль 6-го флота военно-морских сил в США, об этом сообщается на сайте американских морских сил. Вхождение американского корабля в Черное море подтверждает нашу совместную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сказала командующая 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти. Отмечается, что корабль будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Расскажите, что это за корабль, на что он способен и есть ли альтернатива, вели аналоги в России такому кораблю? Нет. Аналогов таких нет, как и других аналогов нет. Ни самолетов, ни кораблей, ни танков таких аналогов нет. Совершенно две разные. Технического уровня и профессионализма вооруженные силы, они несравнимые. Я знаю, на меня многие обижаются, но я человек военный, вы меня спросили, я вам отвечу. Этот корабль, я очень горжусь им, потому что, во-первых, я был на таком корабле, как десантник, и моя дочка служила на этом корабле, как... Она офицер. Она офицер, она, первый ее корабль был вот этот, морского десанта. Второй корабль, на котором она служила, это был эсминец, который ударил по Сирии. Там тоже была командующая женщина, командир корабля. И командир 6-го флота у нас тоже женщина. Это очень опасно, кстати. Это миф, наверное. Это... Они серьезные женщины, я вам хочу сказать. Это корабль, это десантный корабль. Когда говорят, что мы его там потопим, и все... Ребята, если кто-нибудь из россиян слушает, не топите его, он вас потопит. Потому что наши корабли некогда не ходят одни, они ходят эскадрой. Поэтому этот корабль, он под прикрытием. Поэтому наша авиация активировалась над Черным морем, они смотрят. Там наверняка есть подводные лодки. И другие корабли эсминцы стоят в Средиземном море с томогавками, с гарпунами. Они охраняют этот корабль. Более того, на этом корабле полтысячи морских пехотинцев. Морские пехотинцы — это не монашки. Это самые агрессивные, самые ударные силы, которые мы имеем. Эти ребята, у них лозунг «Если вы будете от нас бежать, просто умрете усталыми». И поэтому этот корабль очень сильно охраняется. Это корабль, где высаживается морской десант, врезается, окружает и захватывает какую-то территорию. Поэтому это очень такой острый показатель силы. Они не шутят. А что они хотят им дать понять США? Понять, что мы недовольны. Мы недовольны, что нас Россия подставила. Мы же гарантировали. Мы же были гарантором. Мудапештскими морями. Конечно. И вы тоже. Вы же с нами были партнерами в этом деле. Вы взяли нас вот так, как говорится, по-русски кинули. И если вы думаете, что американцы на это не обратят внимания, это ошибка. Обратят внимание. И поэтому мы больше и больше активизировались. Но это не сейчас произошло. Когда были учения в Сибриис, летом в Одессе. Кстати, мой племянник, он летчик военно-морской. И он участвует каждый год в этих учениях в Сибриис. Ну, потому что он говорит по-русски. Уже было намного сильнее. И намного больше стран участвовало. И намного больше войск участвовало. Это уже был показатель, что мировое общество недовольно поведением России. В том числе и тем поступком, который совершила Россия. И та военная агрессия в акватории Черного моря в ноябре этого года. Когда она протаранила украинские военные катера. И захватила в плен 24 украинских моряков. Сейчас они военнопленные. Вот как вы можете... А каким образом они военнопленные? Они заявляют о своем статусе. Военнопленными, но, к сожалению, Россия... Вот это не совсем понятно. Я думаю, что в будущем, в близком будущем, во всех военно-морских училищах цивилизованного мира будут преподавать. Вот это как не надо делать. Во-первых, таран... Ну, если это все разобрать по частям... Вот я у вас хотела спросить. Вот с позиции профессионального американского военного. Как вы оцениваете вот эти события, которые произошли с тараном украинских военных катеров? Как должны были действовать? Как бы действовали американцы? Украинские катера? Да, конечно. Украинские катера? Нет, конечно. Я даю честь этому капитану-командиру, который командовал, потому что они бы потопили. Это было явно, как дура агрессии они провели. Этого никто не мог ожидать. Потому что если вы смотрите видео, вы видите, как эти катера уходят в море. Значит, они уходят оттуда. Зачем вы их догоняете? Да, и в нейтральных водах. Даже если это не в нейтральных водах. Даже пусть будет по-российски. Пусть это будут ихниеводы, которые никто не признает, кроме них. Но пусть даже будет так. Зачем вы за ними гонитесь? Зачем вы тараните буксир? Это... Ну, вот в американской истории я не могу вспомнить, чтобы мы кого-нибудь когда-нибудь таранили. Потому что надо понимать, что у каждого моряка, особенно у капитана, у командира корабля, это просто на генетическом уровне, что ты должен все делать, чтобы сохранить свой корабль, плавучесть и жизнь на корабле. Поэтому ты никогда не делаешь. А когда ты идешь на таран, это уже, ну, это последнее. Это уже больше, ну, уже все, капец. Больше ничего ты не можешь сделать. Потому что таран, это он также повреждает и твое судно, и может повредить его еще больше. Поэтому это, ну, полная глупость таранить. Причем таранить корабль, который протаранить невозможно. То есть буксир, потому что буксир делает навал. Он как бы, так сказать. Поэтому зачем они это сделали? И так, как они это сделали, это непонятно, я думаю, ни одному морскому рядовому матросу. Не то, что там. Но даже это они сделали. Потом, теперь они их захватили. И сейчас их будут судить. За что? Значит, если вы их захватили как военных, то они военно-пленные. Вы не можете их судить. Они не совершили никакого военного преступления. Да, они зашли на вашу территорию, у них был приказ, это вы на политическом уровне. Они военные. Судить их нельзя. Как были немецкие военно-пленные, американские военно-пленные, вьетнамские, корейские, японские. А вы их собираетесь судить. Они что, совершили какое-то военное преступление? Тогда судите их трибуналом. Трибуналом вы их не судите? Вы их судите гражданским судом? Да. Значит, они что, получается, гражданские судно, которые нарушили ваши границы? Которые никто не признает. Неважно. Пусть по ихним будем правилам играть. То как же вы обстреляли и захватили гражданское судно? Что же вы обстреливали гражданское судно и таранили его? Значит, вы решите, или они гражданские, или они военные. А то захватили вы их как военных, а судите вы их теперь как гражданских. Ну вот это никто не может понять. Ну, опять же, это возвращается, когда у нас говорят, знаете, Иван Дурачок идет, и он хочет напиться воды в озере. А там Змей Горыныч сидит и ковыряется там в зубах костью от лошади. Он сбегает, меч кладенец в стадости, отрубает ему голову, две вырастают. Он отрубает две, там, четыре вырастают. И вот он весь день так рубит ему голову. Потом Змей Горыныч ему говорит, ну, Вань, подожди, подожди, в чем дело? Что ты рубишь? Он говорит, я воды хотел напиться. Он говорит, а кто тебе не давал-то воды напиться? Иди и пей. Вот Владимир Владимирович примерно в такой ситуации. Он каждую, и все больше и больше этих голов растет, а никто ему не запрещал водой напиться. Его принимали и в 20-ке, и в 8-ке, и в ООН. Чего он вдруг психанул, никто не может понять. А по-вашему, есть ли тут вина Украины, как утверждает Кремль? Я не знаю, чья это вина. Я просто могу сказать, что есть правильно, что неправильно. Это была украинская территория. Мне, как человеку со стороны, все равно, да, и американец. Но это были договоры, были конвенции, были подписаны. Мы выстраивали эту систему после Второй мировой войны. Были гарантии даны. И Украина, это... Суверенное государство, оно может делать все, что оно хочет, если это не повреждает другое, не захватывает другую страну. Но Россия, говорит, они хотели вступить в... Украина хотела вступить в НАТО. Это опасность для России, поэтому вот в Крыму была бы база НАТО через 2 недели, если бы они захватили Крыму. Я хочу сказать россиянам, послушайте, если вы не хотите, чтобы страна входила в НАТО, вы не пытаетесь в нее что-то отнять или захватить, потому что это ее и толкает вступить в НАТО. Тут логики нету. Если вы хотите, чтобы она не вступала в НАТО, ваши какие-то соседи, развивайте ее экономику, имейте с ними отношения, где они с вами на равных. Почему в НАТО все пойдет? А примет ли НАТО страну, в которой идет война? Ну, вообще-то, по правилам, насколько я знаю, когда я был в НАТО, нет, пятый параграф запрещает, если почему, они это сделали специально с Грузией, с Украиной, что границы, когда оспариваемые границы, в НАТО вступить нельзя. Но сегодня говорят, что есть какой-то там обходы этому, и как бы могут. Но я не думаю, что это даже так важно, как украинцы себе представляют. Потому что у Америки, у Европы есть друзья, которые не в НАТО, и которые даже лучше друзья, чем те, которые в НАТО. Если сравнить наши отношения с Турцией, которые наши натовские партнеры, и наши отношения с Японией, или наши отношения с Южной Кореей, или с Израилем, и эти страны не в НАТО, то у нас намного лучше отношения с теми странами, чем с Турцией, с Францией, с Германией, которые в НАТО. Поэтому НАТО на сегодняшний день вообще, я не уверен, самой миссии НАТО на сегодня. Потому что НАТО было создано, чтобы противостоять Варшавскому договору. Этого давно не существует. НАТО не нужно, чтобы противостоять России. Она, Россия не может схватить Европу, как это могло сделать Варшавский договор и Советский Союз. События, которые происходят в Соединенных Штатах Америки, так или иначе касаются Украину. Особенно, если это касается внешней политики Соединенных Штатов или же определенных должностных лиц. Таких, как, например, Джеймс Мэттис, который подал в отставку глава Пентагона, который был ближайшим другом Украины. Как вы оцениваете отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса? И, по-вашему, это может каким-то образом отразиться в дальнейшей поддержке Украины в сфере обороны со стороны США? Ну, у нас в стране, во-первых, никогда один человек отставкой, даже президент. Всю политику выстроить не может или какое-то иметь сильное влияние на это. Опять же, даже такой человек, как президент. Джеймс Мэрис был отличный военачальник. Он был прекрасный военачальник, очень его уважали. Но я всегда говорил, что военные никогда хорошими политиками не могут быть. Это против нашей шерсти, это против нашего генетического мышления и строения. Мы не политики, мы защищаем демократию, мы ее не практикуем в вооруженных силах. И я был удивлен, когда Монк Мэттис взял эту должность. Потому что я был уверен, что даже такие, как Колан Паул, его друзья предупредили, говорят, не несуйся туда, это там нехорошие люди. Это не для нас, мы люди чести. И, конечно, Мэттису было очень-очень тяжело с этим справляться. Особенно с нашим президентом, который мыслит совершенно по-другому. Который сказал, что выходит из Сирии? Выходит из Сирии, выхожу из НАТО, я то сделаю, это сделаю. Но он предупреждал, говорит, я не буду говорить свои планы. Поэтому я не понимаю, почему люди так реагируют. Потому что он все время что-то говорит, все паникуют, пока что он делает что-то другое. Он бизнесмен, это у него такие трюки. Это так он ведет дела. И он сказал, что вы не даете мне стену, я тогда заберу. Почему я должен охранять северные границы Сирии, Ирака, Афганистана, если мои границы юга не защищены. И оттуда идут террористы, наркотики, генгстеры. Тогда, может быть, я возьму эти войска оттуда и поставлю их на наши южные границы. Это у него такая, ну, это политика. Ну, все-таки не кажется ли вам, что Америка, по большому счету, проиграла войну в Сирии? И не считаете ли вы, что Америка там бросила своих союзников в лице Куртов? Нет, я так не считаю. Мне так не кажется. Мне вообще никогда не кажется ничего. Если кажется, надо креститься. Я не на том канале. Хорошо, не будем креститься. Ну, Америка не проиграла войну. Америка никогда войну не проигрывает. Наши вооруженные силы самые сильные, самые могучие ядерные силы во всем мире. Проигрывают наши политики. Вооруженные силы у нас никогда не проигрывают войну. Мы смели Ирак в течение двух недель, уничтожили всю их армию, все колонны этих советских танков четырьмя вертолетами. Но политики потом там застряли. Вот Трамп, он говорит, я не буду вести вот эти вот бесконечные войны. Когда мы там по 15, по 20 лет сидим. Мы проводим войну, выигрываем и уходим. Дальше вы сами разбираетесь. Курдов мы подвели не один раз. Курдов мы подвели несколько раз. И это очень плохо, я считаю, потому что курды это наши лучшие союзники в этом регионе. То есть сейчас попадают под атаку страны Турции. Опять они попадают, да. И у курдов проблема не с ИГИЛом, не с Асадом и даже не с Эрдоганом. Да, у них большая проблема с Турцией. У них проблема, как и у нас у всех, самый могучий наш враг это мы сами себе. Курдов самый большой враг это курды. Потому что они никак не могут объединиться. Они отличные воины. Они очень... Я испытываю к ним... Симпатию. Симпатию, да. Потому что они настоящие воины, они дерутся, они хотят свою землю. Их не женщины дерутся, они отличные воины тоже. И они заслуживают, у них есть своя культура, свой язык, своя религия. Они заслуживают, у них есть своя страна, у них есть своя держава, которую они заслуживают иметь. Но они никак не могут объединиться. 46 миллионов по всему миру. Да, конечно. Почему 3 миллиона палестинцев имеют право иметь свое, и весь мир с ума сходит. В ООН специально сделали, чтобы палестинцы имели свою страну. А 50 миллионов никто внимания не обращает, хотя вот те как раз и заслуживают. Как раз он и есть отдельный народ. Вот. Но так политика поворачивается. И я сейчас наблюдаю очень так внимательно за нашим президентом, потому что он правда может вывести не сразу, конечно. Но он и разговаривает очень жестко с Эрдоганом. Говорит, мы их не бросаем. Так что если вы на них что-то сделаете, потому что турецкая армия на 100% зависит от нас. Вся их вооружение, это американское вооружение. Мы можем их отрезать от этого. Как мы сделали с Ираном. И они проиграли войну Ираку. И дать это все курдам. Мы вооружили курдов неплохо. Наши войска могут оказаться там, где они сейчас, в течение 40 минут. Плюс мы дадим авиационное прикрытие с неба курдам. Поэтому я думаю, что у них будет все нормально. Надеюсь. Спасибо большое. Буквально 10 секунд, 20 секунд до завершения нашего эфира. Украине, что бы вы сказали? Я считаю, что Украине надо голосовать, выбирать того, кого они хотят выбрать. И не сдаваться. А верить, что Украина все-таки сильная страна, могучая страна. Она многокультурная страна, которая включает в себя многих людей, национальности и религии. И поэтому она выстоит. Я уверен, что этот удар она выстоит. Просто нужно идти голосовать и участвовать в жизни и экономической, и политической всем гражданам Украины. Спасибо большое. Это был капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Гость нашей студии. А мы завершаем второй блог информационно-аналитической программы. Ахшам Шакетнаматулаев вас сейчас будет встречать с новостями ЗАМА. Венесуэльский узурпатор. Почему рубль не помог Венесуэле и готова ли военная элита свергнуть режим Мадуро? Make Russia great again. Спецслужбы Америки подозревают Трампа в работе на Кремль. Дружба по-путински. Как армейцы Мордора убивают...